В Самарском областном художественном музее облака, кораблики и волжские просторы открывают для нас радостный, пронизанный светом мир. Выставка к столетию непризнанного гения Николая Шейна, поэтому так и называется – «Белый свет». И вот 100 лет Саняева рождения, но вот то, что он оставил, это, можно сказать, гордость, это замечательные вещи, которые и поэтически тонкие, и концептуальные, и философские. Тут очень много всяких можно найти эпитетов для того, чтобы сказать, какой это интересный и своеобразный художник. Вот жаль только, что все это уже после его смерти. В советские времена Николай Шейн руководил в художественном фонде бригадой, оформлявшей к праздникам площадь имени Куйбышева. 7 ноября, Новый год, Первомай и День Победы пылали кумачевыми знаменами, лозунгами и ликами вождей. О том, как работал Шейн в 50-е, рассказывает исполненная в духе соцреализма картина бригады коммунистического труда Агафонова. Кстати, гигантское полотно из собрания музея впервые увидела свет на этой выставке. Здесь много такого, о чем подумать можно. То есть декоративно, но заложен действительно глубокий смысл. Махровому соцреализму Николай Шейн посвящал только часть своего времени и только ради заработка. В небольших, как бы детских работах дядя Коля любил изображать разноцветные автомобильчики, кораблики, а еще обелиски и заводские трубы, как символ победы человеческой цивилизации над природой. Результаты творческих поисков мастера выставочный комитет союза художников с недоумением отвергал. Поэтому Шейн не выставлялся при жизни и своих произведений никому, кроме друзей, не показывал. Дедов дом в овраге подпольщиков, он был разделен на две части. В одной половине жил старший брат, мой отец, а во второй половине дядя Коля, была у него вторая половина. И он там работал, красил картинки. Вот такие. Иногда звал меня и говорил, Калюнь, ну как, что ты скажешь? Мне бы прибавить или нет? Ну, я там что-то говорил, а уж там слушал он меня или нет, это не знаю. Творчество Шейна вышло из тени во времена перестройки. Своё наследие он оставил своим друзьям – самарским художникам Булекову, Ковалёву и Тибушкину. Благодаря им большая часть полотен оказалась в собраниях Самарского и Толятинского художественного музеев. Две картины переданы в дар Третьяковской галереи. Более десятка работ попали в частные собрания Москвы и Самары. Марина Баркова, Сергей Костин. Новости губернии.